Вести Карачаева, Черкесия Вести населенных пунктов в Карачаеве будут проведены работы по благоустройству общественных территорий. С 28 декабря на портале Госуслуг откроется форма заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин. И на курорте Архиз стартовал горнолыжный сезон. Далее подробно об этих и других темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юрий Чайко отметил, что сохранение угроз, обусловленных проблемными вопросами в данных сегментах экономики, делает уязвимой экономическую безопасность социальной сферы и напрямую влияет на уровень и качество жизни большинства жителей округа. По его словам, ситуация в сфере топливно-энергетического комплекса сегодня свидетельствует о сохранении мошеннических схем, связанных с уклонением от погашения задолженностей за потребленную энергию, завышением тарифов, увеличением объема выполненных работ подрядными организациями и многом другом. Это требует активизации работы на всех уровнях по исправлению отмеченных недостатков. На составшемся очередном заседании правительства Республики рассмотрено порядка двух с половиной десятков вопросов. В частности, утвержден порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам Карачао-Чекесии в следующем году. Речь идет о медработниках, прибывших на работы в сельские населенные пункты, либо города с населением до 50 тысяч человек по программе «Земский доктор». Напомним, по поручению руководителя региона в Республике введена дополнительная выплата для сельских врачей. Таким образом, помимо федеральной выплаты, предусмотренной в рамках программы «Земский доктор», в текущем году 21 врач получил дополнительную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. В грядущем году по программе планируется привлечь 20 человек. Кроме того, утверждены порядок и условия предоставления гражданам, вынужденно покинувшим Херсон и Херсонскую область и прибывшим на территорию Карачао-Чекесии на постоянное место жительства, социальные выплаты на приобретение жилого помещения на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов. Так, социальная выплата будет предоставляться однократно. На минувшей неделе состава 43-я сессия Народного собрания республики, на которой рассмотрено 27 вопросов, по большей части связанных с приведением республиканских законов в соответствии с федеральным нормативом. Кроме того, парламентарии приняли законопроект, который упростит получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а еще они расширили перечень граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, рассказывает начальник управления Министерства юстиции России по Карачао-Чекесии Зухра Учакова. Это герои Российской Федерации, герои социалистического труда, герои труда Российской Федерации, герои Советского Союза, вдовы и семьи умерших ветеранов боевых действий, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, также вдовы сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. С 1 января будущего года в Карачао-Чекесии увеличится МРОД. Оригинальное соглашение о минимальной заработной плате в республике подписано на итоговом заседании оригинальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Так, с 1 января 2023 года МРОД составит 16 242 рубля. Министр образования и науки Карачао-Чекесии Инна Кравченко встретилась с сотрудниками Карачао-Чекесского института гуманитарных исследований, чтобы совместно рассмотреть вопрос о переведении этого научного учреждения в новое здание. С этой просьбой ученые республики обратились к руководителю региона Рашиду Тимрезову во время прямой линии, которую на днях провел Рашид Тимрезов. Научным работникам предложили два варианта нового адреса. Они могут переехать в одно из зданий по улице Октябрьской, либо же в строение по улице Даватора в Черкесске. Окончательное решение будет принято после дальнейшего обсуждения. Ранее научный институт долгие годы занимал один из этажей в здании педагогического колледжа Черкеска. Потом его сотрудники переехали в здание по улице Пушкинской. Хочу сказать, что эта работа уже проводилась учредителем данного института администрации, непосредственно данного института гуманитарных исследований. Были осуществлены несколько выездов, рассматривались объекты, но сегодня конкретного решения по переезду, которое бы удовлетворяло обе стороны, не принято. Рассматриваются еще дополнительные варианты. В ближайшие дни также будет осуществлен выезд на новые объекты, куда бы мог переехать институт гуманитарных исследований, будут изучены. Мы не исключаем возможность, что с нового календарного года институт переедет в новое здание, которое будет удовлетворять всех научных сотрудников, где будут созданы все необходимые условия для эффективной работы. Новогодние мероприятия только для начальной школы. Новогодними мероприятиями в этом году будут охвачены только учащиеся начальной школы. Так, с 22 декабря в праздничных мероприятиях примут участие обучающиеся общеобразовательных организациях с нулевого по четвертый класс в количестве более 26 тысяч человек. В общественной палате Карачао-Черкесия обсудили меры поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и их семей. В ходе заседания участники обменялись опытом проделанной работы и поделились планами, связанными с поддержкой военнослужащих и их семей. Было отмечено, что сегодня перед всеми стоят серьезные задачи по поддержке военнослужащих и оказанию помощи их семьям, а также по повышению престижа службы в армии среди молодежи. Комментирует информацию руководитель общественной палаты Елена Ляшова. Общественная палата много внимания уделяет данной теме. И мы и собирали, соответственно, средства для семей и военнослужащих, и также, соответственно, средства для непосредственно у нас беженцев, находящихся, выходцев из ДНР, ЛНР. Кроме этого, День матери, члены нашей общественной палаты поздравляли наших мам, чьи, соответственно, сейчас дети, мужья находятся и выполняют свой долг. По инициативе нашего с вами главы региона Рашида Борисбевича было очень много принято мер поддержки как семей, так и непосредственно военнослужащих. Штаб «Мы вместе» объединяет огромное количество организаций, органов власти, коммерческого сектора, благотворительных фондов, бизнес-сообщества, а также жителей нашей республики. Масштабы и темпы работы нашего субъекта являются одними из лидирующих в СКФО. На сегодняшний день по поручению главы Карачаичи Кейси Рашида Тимрезова абсолютно все семьи военнослужащих взяты под опеку. Большие объемы гуманитарной помощи отправляются в зону специальной военной операции. На сегодняшний день это порядка 400 тонн груза, сообщила руководитель штаба Ася Хакирова. Я знаю то, что у нас в республике абсолютно все семьи, не только мобилизованных, но и в целом военнослужащих нашей республики, находятся под социальной опекой в каждом районе. По поручению главы республики, бытовыми вопросами, психологическая поддержка, юридические консультации. Все это общий объем работы, который на сегодняшний день в полной мере помогает семьям в сложившейся ситуации. Мы все с нетерпением ждем новогодних и рождественских праздников, но не стоит забывать, что в этот период нас могут поджидать не только приятные сюрпризы. По статистике, во время зимних каникул службам экстренного реагирования приходится выезжать на вызовы чаще обычного. Чтобы празднование Нового года не обернулось трагедией, сотрудники МЧС заранее проводят профилактические рейды и мероприятия. Как сделать праздники безопасными, обсуждали в Черкесске на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечиванию пожарной безопасности. Тему продолжит начальник главного управления МЧС России по Карачао-Чекесии Александр Голоколенко. Мы дополнительно развернем в поселке Романтика и в поселке Домбай оперативные группы МЧС России, которые на постоянной основе в усиленном режиме будут там находиться. В случае осложнения оперативной обстановки, вы должны тоже для себя знать, первоочередные силы будут применены в необходимые сроки в установленном порядке. Также на дежурство мы поставили вертолет Ми-8, который в готовности у нас к применению в рабочее время, в течение часа и долет до республики 40 минут. Поэтому в случае, если будет необходимость эвакуации туристов, каких-то наших гостей, не дай бог, то, чтобы каждый из себя понимал, что можете обращаться. Здесь надо к этому вопросу обратить особое пристальное внимание, особенно продажа, реализация пиротехнических изделий в неустановленных местах, продажа, соответственно, и пресечения продажи малолетним детям, ну и, соответственно, проведение фейерверков и всех остальных и усилительных мероприятий в сроке в соответствии с требованиями закона. На портале Госуслуги с 28 декабря откроется форма заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин. А в январе следующего года все досрочные заявления будут переданы в социальный фонд. Первые выплаты придут всеми уже в январе. Отметим, что досрочное заполнение заявления не влияет на сроки его рассмотрения. И те заявления, которые будут заполнены 28 декабря, и те заявления, которые будут направлены позже, поступят в социальный фонд после 1 января. Подать заявления можно будет не только онлайн, но и уочно в отделениях социального фонда или МФЦ с 9 января. Работы по реконструкции участка автомобильной дороги Черекес-Хабец-Подъезд-Камцуар-Хыз, которые были включены в национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги», полностью завершены. Напомним, капитальный ремонт участка общей протяженностью 5 км начался весной этого года и включал в себя работы по замене земляного полотна и устройства нового двуслойного асфальтобетонного основания дороги. После завершения этих работ нанесли дорожную разметку, установили дорожные знаки, а также обустроили остановочные пункты и парковки. В 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 10 населенных пунктов Крача-Чекеси будут проведены работы по благоустройству общественных территорий, поскольку одними из критериев утверждения дизайна проекта в благоустройство общественных территорий является его согласованность с местными жителями, представителями органов местного самоуправления проводится общественное обсуждение дизайн-проектов, где любой местный житель может предложить свои идеи или высказать возражения, касающиеся дизайна и функциональности общественной территории. Напомним, что в грядущем году общественные территории будут благоустроены в Черкесске, Карачаевске, Уст-Джигуте, Преградной, Медногорском, Иркиной-Юрте, Апсуаха, Безе, Инжичукуне и Псыжи. Фермеры Карачаевске, как и страны в целом, получили право оказывать услуги в сфере сельского туризма. Минэкономразвития России утвердила требования к размещению в сфере сельского туризма в сельской местности. Документам предусмотрено, что средства размещения туриста в сельской местности должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением. В районах с перебоями водоснабжения необходимо предусмотреть минимальный запас воды не менее чем на сутки. Обязательным требованием также является наличие бесплатного предоставления питьевой воды в кулере или бутилированной. Кроме того, сельские средства размещения должны быть оснащены искусственным освещением как в помещении, так и снаружи здания, в том числе аварийным, системой отопления и вентиляции. Порядка 5000 патрулирований проведено в лесах Карачао-Чикеси. В рамках контрольных мероприятий проверяются места заготовки древесины арендаторами лесных участков, а также осматриваются транспортные средства, перевозящие древесину. В ходе этих патрулирований выявлен 41 факт незаконной вырубки лесных насаждений. В 30 случаях удалось установить личности лесонарушителей. Выезды проводятся в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас на территории республики проходит природоохранная акция «Елочка ЖИИ». Весь декабрь в школьных лесничествах Карачао-Чикеси пройдут мероприятия, посвященные теме защиты хвойных деревьев от незаконных вырубок в предновогодний период. В Иркин-Шахаре прошел митинг-концерт «Своих не бросаем». В каждом прозвучавшем слове поддержка национального лидера президента страны и его решение провести специальную военную операцию на Украине, поддержка наших бойцов, военнослужащих российской армии, которые с честью и достоинством защищают страну и ее граждан. Митинг собрал представителей общественных организаций, активистов различных движений и молодежь. На курорте Архиза стартовал горнолыжный сезон впервые на искусственном снегу. Трассы, подъемники и другая туристическая инфраструктура полностью готовы, протестированы и принимают гостей. На курорте открылись сразу два склона – северный, где подготовлены четыре трассы разного уровня сложности и южная синяя трасса «Стрелка», а также четыре канатные дороги. Праздник начался со спектакля с участием театральных кукол на главной площади курортного поселка Романтия. После чего стартовал массовый заезд с участием более 80 лыжников и сноубордистов, который завершил все церемонии награждения и сетом от диджеев. В сервис-центре были организованы театральные мастер-классы, где артисты поделились основами актерского мастерства, провели тренинги на развитие творческих навыков и воображения, а также рассказали о разных системах театральных кукол и управлении ими. Для того, чтобы каждый турист мог ощутить радость от катания на горных трассах, Министерство туризма и курорта в Республике также организовало бесплатное обучение гостей горным лыжам и сноуборду с профессиональными инструкторами. Кроме того, для гостей предусмотрена программа полетов на воздушном шаре, что позволит туристам увидеть пейзажи курортной зоны с высоты птичьего полета. Более 30 художников и мастеров декоративно-прикладного искусства из Карача-Чикесии и Капарзинополкарии представили свои работы на выставке, главной темой которой стал карачаево-балкарский героический эпос «Сокровище земли Нартов». Это порядка 100 работ, которые знакомят посетителей с преданиями прошлого и подвигами легендарных героев. Еще одна особенность экспозиции в том, что она передвижная. В картино-галерее выставка продлится до 15 января следующего года. Информацию комментирует директор Государственного Карача-Чикесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой Хаджи Мурат Ильканов. Я думаю, мои коллеги тоже меня поддержат, что в будущем мы спланируем, скажем так, фестиваль Нартов, где будут представлены и все другие наши соседи. Думаю, будет очень интересный проект после этой выставки. Я думаю, мы обязательно сядем за стол и обсудим возможность дальнейших таких проектов. Ну и последняя информация. Сразу семь воспитанников спортивной школы номер шесть Черкеска стали победителями и призерами Кубка России по кикбоксингу, который прошел в Анапе. В общей сложности в состязаниях принимали участие более четырехсот спортсменов ВИЗ 29 регионов России. Копилку Карача-Чикесии пополнили Никита Меркулов, которому досталось золото, Ислам Каракетов, завоевавший бронзу, Амаль Дзамыхов, Матвей Бугаев, Анна Вигелина и Вероника Важинская принесли бронзовые медали. Таковы наиболее заметные события республики. Новостной блок провела Рита Нирова. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. Как сохранить связь со своим ребенком после развода? Поговорим об этом с музыкантом Алексеем Кортневым. Отвечайте всегда на звонок своего ребенка и сами не забывайте ему позвонить. Отцовство – твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!